Библейский портал экзегет.ру представляет Но автор бы изменил себе, если бы с этими практическими личными наставлениями он не связал бы богословие, он вновь напоминает те идеи, которые на протяжении предыдущих 12 глав долго и подробно излагал. Итак, братолюбие, вот что должно быть у вас. Не пренебрегайте гостями, у иных гостеприимных хозяев побывали, как оказалось, и ангелы. Но здесь, конечно, прежде всего можно вспомнить историю Авраама и Лота, описанную в книге Бытия, когда их посетили, соответственно, ангелы, и Авраам получил обещание о рождении сына, а Лот был выведен из города Содома, осужденного на уничтожении. В общем-то, по результатам этого гостеприимства состоялось то и другое, да, это было своего рода испытанием, как хозяин отнесется к причащим к нему, как казалось людям. Ну и, соответственно, мы не знаем, кто у нас в гостях. Может быть, человек, который кажется каким-то лишним, посторонним, ненужным, неприятным, он на самом деле ангел. Наверное, такое бывает редко, но во всяком случае очень часто бывает так, что мы не знаем подлинной ценности того, с кем мы общаемся. Помните заключенных, словно и вы с ними в заключении, и страдальцев, ведь у вас есть тела. Откуда вытекает христианское милосердие? В общем-то, из очень простого принципа. Вы такие же. Или вы можете попасть точно в такое же положение, поэтому чувствуйте себя как товарищи тех, кто страдает либо в заключении, либо от каких-то гонений, да, может быть, от болезни, от чего-то еще. Нам кажется, мы здоровы, пока эта болезнь не приходит. С нами-то ничего плохого не случится. Даже трудно сказать, что это чисто христианское милосердие. Это, наверное, основание вообще для любой эмпатии, для любого сочувствия другому живому существу. Ты подвержен, в принципе, такому же абсолютному процессу болезни, старения и, может быть, жертвой таких же преследований. Брак всегда достоин почета и ложа должно быть непорочно. Блудников и развратников судить будет Бог. Причем здесь это, казалось бы. Ну, наверное, это некоторая такая полемика с чрезмерным аскетизмом, когда отрицалась вообще любая форма совместной жизни мужчины и женщины. И здесь как раз четко разграничивается, что есть брачный союз, который, в нем нет ничего плохого, да, он достоин почета, ложа должна быть непорочна. Это можно понять в двух смыслах, либо то, что супруги в браке должны хранить верность друг другу, либо то, что это их супружеское общение, оно непорочно, да, то есть в нем нет ничего дурного. Ну, а те, кто впадают в блуд, соответственно, у них есть судья, который с ними разберется, то есть очень четко разграничиваются эти два состояния. Сребролюбие вам должно быть не по нраву, довольствуйтесь тем, что есть, ведь сам Бог сказал, нет, не оставлю тебя, я не покину. Опять-таки, естественное свойство человека — стремление к богатству, к тому, что оно дает, может быть, не сами деньги, но, по крайней мере, возможность хорошей жизни и всевозможных действий, которые только при наличии денег человек может себе позволить. То есть, может быть, и хороших действий, не обязательно это, опять-таки, стремление к разврату, но принцип довольствуйтесь тем, что есть Бог сказал, не оставлю тебя, я не покину. Вот, опять-таки, очень кратко, но автор дает какие-то вот основания для этих аскетических или нравственных правил. Если с тобой Бог, то деньги, которые у тебя есть, они достаточно, их всегда не хватает, я согласен, по жизни, но достаточно вот того, что ты имеешь. Так что с уверенностью мы говорим, Господь мне помощник, страшиться не стану, что сделает мне человек? Это, конечно, цитата из Псалма, как и то, что было выше, не оставлю тебя, я не покину, слова, которые Господь обращал к разным праведникам. Вот основания вообще для христианского спокойствия, да? Бог с нами, а чего нам беспокоиться-то? Что нам сделает человек? Зачем нам больше денег? Будет больше? Прекрасно? Нет? И так обойдемся. Помните наставников ваших, которые возвестили вам Слово Божье. Подражайте их, верив, взирая на исход их жизни. А исход их жизни, может быть, имеется в виду мученический конец, но я бы сказал, что, конечно же, вот жизнь человека, пока она не завершилась, мы не знаем, как ее оценить, да? Это еще из античности, из языческой античности идет, что пока ты не знаешь, как умер человек, ты не можешь сказать, насколько он добродетелен, насколько он, скажем, успешен или счастлив, потому что история еще не закончилась, все может измениться. И обратим внимание, что два основания помнить наставников. Они возвестили вам Слово Божье, это в любом случае. А подражать им уже, взирая на исход их жизни. То есть то, что они возвестили, уже достойно доброй памяти. А вот подражать им в том случае, если жизнь у них была достойная подражания, да? Потому что не всегда одно и другое совпадают. И, может быть, человек лишь возвестил Слово, ему особенно не приходится подражать, но хотя бы Слово-то он возвестил. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Не увлекайтесь различными чужими учениями. Сердце лучше укрепляется благодатью, нежели разборчивостью в еде. Приверженность ей не приносит никакой пользы. О чем это? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Казалось бы, ну да. Но, значит, какие-то новые учения. Вот мы живем в мире, где очень любят сенсации. Постоянно нам рассказывают по телевидению, в газетах каких-то. Особенно эти рекламные газетки, которые для чтения в метро или где-то еще. Нужно же привлекать внимание скандалами, иначе люди уснут и не будут их читать. Вот ученые открыли, обнаружили какие-то источники. Все абсолютно по-новому выглядит. Нам две тысячи лет лгали. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы бываем разными. А суть христианской веры не меняется абсолютно. И это соединяется с практическим призывом не увлекаться чужими учениями, причем и с разборчивость в еде. Видимо, полемика с иудаизмом или с теми христианами, которые так или иначе подпадали под его влияние, когда они соблюдали Моисеев закон о пищевых ограничениях. Но сегодня, наверное, трудно найти христиан, которые соблюдают этот закон. Есть, есть, но их не очень много. А во всяком случае, вот разборчивость в еде, что именно есть, что не есть, какие дни, это очень часто действительно такая вот материя важная. И люди на нее обращают гораздо больше внимания, чем на суть своей веры. И вот сказано, сердце лучше укрепляется благодатью, чем ей. То есть понятно, что плохого ничего нету в разборчивости. Мы все разборчивы в нашей повседневной жизни. В конце концов, одну я думаю, любим, другую нет. Одну позволяем себе по деньгам, вторая для нас слишком дорога. Или по состоянию здоровья не можем ее себе дать. Но это не укрепляет сердце, да, при том, что это может быть хорошо. Когда приносят животных в жертву за грех, то кровь их вносится первосвященникам в святилище, а тела сжигаются вне стана. Да, простите, еще пропустил один стих. У нас свой жертвенник, и есть пища с него, служители с киньи не имеют права. Когда приносят животных в жертву за грех, то кровь их вносится первосвященникам в святилище, а тела сжигаются вне стана. Речь идет о ветхозаветных жертвоприношениях, которые еще существовали в то время. Очевидно, храм не был разрушен. И служители с киньи — это священники как раз и левиты из Иерусалимского храма. И даже припоминается, как и в течение всего послания это делалось, жертвоприношение, когда кровь животного вносится в святилище, а тела сжигаются вне. И, соответственно, автор послания так долго нас убеждал, что вот эти ветхозаветные жертвы — это лишь прообраз будущей жертвы Христа, которые раз и навсегда. И, соответственно, те, кто служат в Скинии, те, кто привержены ветхозаветному закону, они не участвуют в христианском служении и не имеют права вкушать от этой жертвы. Потому и Иисус, чтобы осветить своей кровью святилище, народ пострадал за городскими воротами, то есть за пределами Иерусалима. Так выйдем же и мы к нему за ворота, приняв на себя его позор. Нет у нас здесь своего города, мы ожидаем грядущего. То есть христианин в любом случае выходит за ворота города. Для того, чтобы присоединиться к крестной жертве Христа. Что это значит? Бежать в пустыню? Ну, кто-то так, хотя о монашестве, как о таком развитом институте, и в первом веке, конечно, говорить не приходится. Или в какую-то внутреннюю аскетическую пустыню. Но мне кажется, все немножко проще. Основной смысл, что мы все находимся в каком-то городе. Даже те, кто живет в деревне, принадлежат не просто к своей деревне, но государству, к обществу, к какому-то социальному еще слою. И христианство в любом случае выходит за его пределы. Если оно всего лишь прославляет наше государство, наш народ, наше общество, нашу, я не знаю, социальную группу, то это не христианство, это что-то другое. А вот выход за пределы этих рамок для того, чтобы соединиться со Христом, это и есть начальное действие христианина. Он не просто гражданин, член какого-то, я не знаю, сообщества, и вот он разделяет установки этого сообщества. Нет, он должен выйти за эти пределы. У нас нет своего города, мы ожидаем грядущего. И будем через Иисуса постоянно приносить Богу жертву хвалы. Именно она рождается на устах, исповедующих его имя. Ну и сопоставление, конечно, жертвы ветхозаветной, которая заключается в основном в том, что зарезали барашка или там теленка и сожгли его целиком, или его кровью окропили жертвенник. И жертва хвалы, которая доступна всегда, на нее не нужно тратиться, в отличие от барашка, или совершать неопределенные ритуалы. Не в каждом месте барашка зарежешь и сожжешь. Но хвалить Бога можно всегда и абсолютно любому человеку. То есть это тоже выход за пределы города, за пределы какой-то ритуальной ограниченности. То есть что христианство не отказывается, безусловно, от внешних действий, от ритуалов и всего прочего, но не в них видит свой смысл. Не забывайте о благотворительности и общении. Именно такие жертвы угодны Богу. Оказывается, еще есть вариант жертвы. А жертва ведь это, когда человек от чего-то отказывается. И когда ты жертвуешь другому, то ты отказываешься от своего. И это в конечном счете жертва Богу. Повинуйтесь и подчиняйтесь наставникам. Снова, да, говорил, вспомните их и подражайте. А здесь уже иерархия. Обратим внимание, что иерархия важна, но не на первом месте. То есть сначала хвала Богу, а потом подчинение наставникам. Они неусыпно несут Божье Слово ради душ ваших. Пусть трудятся с радостью, а не со стонами, иначе их труд не пойдет вам на пользу. И опять-таки, почему подчиняться наставникам? Потому что они крутые, потому что они главные, потому что они накажут, потому что вы обязаны. Ничего этого не сказано. Они несут Божье Слово для ваших душ, и пусть это их радует. Это, в общем-то, такое же естественное продолжение благотворительности общения. То есть христианская община иерархична с самого начала, но иерархия должна быть построена не на принципе «я начальник, ты дурак, стой там, иди сюда», как это иногда, к сожалению, бывает, а на принципе взаимного дарения. То есть один отдает Слово Божье общине, а другие община отдает ему свое подчинение и повиновение. Но они дают друг другу взаимно. Это процесс неравноценного, но взаимного обязательно обмена. А если с астонами это все происходит по принуждению, ну кому тогда это нужно? Богу, который и так всесилен, всеблаг всемогущ, нам, если мы с проклятиями и рыданиями это все делаем, ну, наверное, и нам тоже не нужно. А кому тогда? Молитесь о нас. Мы убеждены в чистоте нашей совести и стараемся вести себя во всех отношениях достойно. Наверное, мало кто может так себе сказать. В особенности же прошу вас молиться о том, чтобы мне поскорее было дано вернуться к вам. Вот здесь автор послания вдруг начинает говорить о себе. Я напомню, что традиция называет автором послания Павла, хотя с очень древних времен в этом возникали самые серьезные сомнения. И действительно он ничего не говорит о себе. Это такой как бы обобщенный Павел. Это такой проповедник, который, как Павел, имеет личное отношение с общиной, которую он пишет. Но ничего здесь об этих отношениях не говорится. Может быть, это такой просто образец, вот как это должно было бы быть. И, наконец, финальное благословение, приветствие. «Бог, податель мира, воскресил из мертвых великого пастыря овец своей крови, заключившего завет вечный, Господа нашего Иисуса Христа». Ну, это, понятно, богословское утверждение, которое подводит итог тому, что было выше. «Да наделит он вас всякими благами, чтобы вы творили его волю, да совершит с вами что ему угодно через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Наверное, не нужно комментировать. Собственно, да, это такое краткое резюме всего послания. И вот для евреев это очень характерно, для послания к евреям, что сначала задается тема, потом через некоторое время после другого материала она объясняется долго и подробно, и спустя еще некоторое время к ней возвращается автор, дает краткое резюме. Вот как бы педагогически очень такое выверенное изложение, когда нужно все повторить, да, повторение пройденного – обязательный элемент любой школе. «Прошу вас, братья, принять это мое краткое наставление, которое я отправил вам. Знаете, что брат ваш Тимофей освобожден, и если он вскоре придет, я повидаюсь и с ним, и с вами». Ну вот Тимофей – один из спутников Павла, и поэтому, да, логично предположить, что это Павел, но, возможно, кто-то из его круга, потому что ни один же Павел с Тимофеем общался. Там была все-таки своя тоже небольшая такая странствующая община. «Приветствуйте всех ваших наставников и всех святых». Ну, то есть весь народ, всех верующих. Обратим внимание, что слово «святые» здесь в очередной раз в посланиях обозначает не людей, достигших какого-то высокого совершенства, а просто всю общину, потому что вместе они святые. «Приветствуют вас все, кто из Италии». Очевидно, там с Павлом или с автором этого послания были некие итальйские христиане. Где это происходило, где они находились, точно неизвестно. То ли в Италии, и, соответственно, местные передают. А может быть, наоборот, они находятся в другом месте и пишут итальйским адресатам, и говорят, ну, у нас тут ваши, скажем так, земляки или члены вашей общины, вот они вам заодно привет передают. Мы этого не знаем, но такое вот завершение вроде бы и личное, но, с другой стороны, очень-очень общее. «Благодать со всеми вами. Аминь». Так завершается это послание. Наверное, самое такое поэтически-богословское, есть самое богословское послание к римлянам, есть поэтические послания, Иоанна, например, да, но вот здесь сочетание такого глубокого богословского размышления и в то же время очень изящного стиля. Это было послание к евреям для библейского портала «Экзегет». КОНЕЦ «Экзегет»